Коллеги, доброе утро, доброе утро всем красноярцам. Продолжаем сегодня большую стирку в прямом эфире утреннего кофе. И вот все вещи вроде погладили, но самое интересное, это же стирка, это же сам процесс. Это дома мы привыкли с вами. Машинка загрузила, поставила режим и она сама по себе стирает. Но здесь-то все по-другому. Здесь нет порошков. Да, мы сегодня у вас уже не раз поправили. Мы здесь занимаемся не стиркой, а чисткой. А, чисткой, да. Почему чистка? Потому что здесь, в этой машинке нет ни капли воды. Это та самая машина химчистки. Наш специалист сейчас будет загружать одежду. Эта машина работает на специальном растворителе, так называемый перхлоротилен. Здесь чистятся шубы, кожа, шелк, шерсть. Вот несмотря на то, что шуба у нас есть беленькая такая, меха и серая, это не влияет на цвет? Белая не станет потом какая-то сероватая? Нет, ну, как правило, мех не линяет. Но единственное, мы разделяем, конечно, совсем черные шубки, потому что нельзя быть уверенным, к сожалению, в производителе меха сегодня. Мы видим, что у этой машины более 20 режимов. Сейчас оператор настраивает, выбирает программу. Абсолютно для каждого типа меха и одежды существует своя программа. Конечно, в обычной машинке домашней вы такого не встретите. И еще раз скажу, что здесь ни капельки воды нет, хотя мы увидим, что вещи станут полностью влажными, мокрыми. Вот можно посмотреть, как встроена машина. Здесь капельки все-таки какие-то... Да, эта машина отделяет у нас растворитель от воды. Здесь полностью замкнутый цикл. Вещь здесь же почистится, высушится, удалятся остатки вот этого вещества. И уже сразу шубка у нас пойдет в цех-ателье, где ее еще раз расчешут, и она уже будет готова. Но здесь же, вот еще раз отметим, она не только стирается, она еще и сухой. То есть она вот... Она полностью готова. Да, если вы посмотрите в процессе, шуба станет... Ну, мы сейчас, к сожалению, этого не увидим, но шуба станет полностью мокрой. Потому что вот этот растворитель, он до высокой температуры нагревается, полностью вещи вот в нем обрабатываются. Кроме того, при чистке здесь добавляется специальный умягчитель. Очень часто люди спрашивают, будет ли моя шуба жесткой после чистки. Наоборот, не будет, она станет даже мягче. И у нас очень часто клиенты говорят, о, моя шуба как новая. Но это именно благодаря вот таким смягчающим препаратам. Сколько стоит сейчас постирать после зимы шубку? Почистить шубу у нас стоит... Менее трех тысяч рублей. Но все зависит от шубки. Если коротенькая, чуть больше двух тысяч, и длинная – две тысячи восемьсот рублей. Ну, это даже удобно, да, постирал, и все, она у тебя постирала. Почистила, дал химчистку, и она у тебя готова к следующему году. Ну, вот еще вот напоследок такая важная информация. Чего не стоит сдавать в химчистку? Главное, не пробуйте сложные пятна самостоятельно выводить дома. Это самая большая проблема. Свежее пятнышко сразу несите к вам, и мы вам точно поможем. Ну, вот такое вот у нас утро было сегодня, напомню, в химчистке. Так что немножко переберите свои вещи, и если вот ленитесь по каким-то причинам сами постирать, то добро пожаловать, пункты приема есть в городе. Приходите, это на самом деле доступное удовольствие и очень даже демократичные цены. Коллеги, у меня все, вам слово.